Кстати, вот не отходя далеко от этой темы, хотелось бы уточнить, а как так получается, что, например, Лапин это позор, ну я сейчас буду цитировать, да, Кадырова и в частности Пригожина, который его поддержал. Тема-то у нас еще касается Евгения Пригожина. Вот как раз вдвоем Кадыров с Пригожиным превселюдно уничтожают морально генерала Лапина, который, значит, сдал херсонское направление, он должен искупать с автоматом... Что-что? Харьковское направление, естественно, там изюм и так далее. Значит, он должен идти с автоматом в руках, кровью искупать вину перед Родиной и прочая вот эта вся еще советская мишура, которая там произносится в медийном поле. А теперь, значит, говорят, что тот же Кадыров, например, да, ну я еще не знаю, может, Пригожин его тоже уже поддержал, но Кадыров точно говорит, молодцы, ребята, сохранили жизни, Суровикин, красавчик, говоря простым языком. Да, вот он отвел, значит, он отводит, так и надо было. А где же тогда вот это все, пусть Суровикин теперь идет тоже с автоматом в рядовые и кровью искупает сдачу Херсона? Ну, это только доказывает, что все их выступления, что Пригожина Кадырова и Пригожина обоих, это все артикулируется с самого верха. Им говорят, вот этого можно мочить, они его мочат, а вот этого трогать нельзя, наоборот, хвалить. Они его хвалят. Это переоцененная их самостоятельность в этом смысле. Потому что на самом деле, да, понятно, что решение об оставлении Херсона, оно было принято на самом верху, его принимал Путин, конечно. Но, тем не менее, ему же крайний-то нужен, понимаете. И вот с Лапиным его крайним сделали, несмотря на то, что за месяца два до этого сделали героем Северодонецка и Лисичанска, понимаете. Дали героя России генерал-полковнику Лапину. А в этом случае, так сказать, казалось бы, ну, действительно, позорное отступление. Потому что кто бы что ни говорил, договорняк, не договорняк, вообще не имеет значения. Но еще раз повторяю, оставляется гигантская территория на сотни тысяч квадратных километров. И здесь, как бы, говорят, что он мужик, вот, как бы, молодец, правильно. А в чем мужик-то? Вы же говорите, что это российская территория. Вы же референдум провели. Не пять земли, умрем за Херсон, за русский и так далее. А этого даже не происходит, никто даже не поднимает такого вопроса. Но это лишний раз доказывает, что действительно эта история, она и та, и другая, и третья, она артикулируется непосредственно из Кремля. Ну, в Харьковской операции на Харьковском управлении была элемент неожиданности. Все-таки это ВСУ помчалось, значит, в слабое пространство, значит, неплотное обороны. А здесь это сознательное действие. Какой под ним смысл? Ну, я думаю, так сказать, много смыслов. И в любом случае, значит, собак спускают только если есть команда. И поэтому, что Кадыров, что Пригожин действует только по свистку. Сами они ничего там такого решающего не делают. Ну вот, смотрите. Да, нашел, благодаря нашей редакторской группе, как раз глава частного вооруженного формирования Вагнера Евгений Пригожин похвалил командующего оккупационными российскими войсками Сергея Суровикина за решение об отводе личного состава справа Бельгия Херсонской области. И об этом сообщает как раз российское издание РИА Новости. По его словам, Суровикин поступил как настоящий мужчина, не боящийся ответственности. Вот. А что не промолчал? Если он до этого орал, можно просто ничего не говорить, правильно? Нет, ну ты же не обязан все комментировать. Вот некоторые же помалкивают, ну и помолчал бы. А он нет, он говорит, понимаете? Это означает, что ему говорят, ты давай это, ты у нас тут это, 40 тысяч у тебя под ружьем, давай вырази свое мнение, чтобы поддержать военный дух, тимбилдинг. И он это делает, понимаете? А что бы ему не помолчать, Пригожин? Он же не должен комментировать каждое действие командования, он же не обязан это делать, может промолчать. То есть я думаю, что из них делают таких медийных фигур, ну кадров и раньше им было. Пригожин тоже бы этим баловался, но сейчас же война, сейчас более острый период, сейчас, казалось бы, критиковать открыто же нельзя, потому что ты же подрываешь единство, дух, монолит, понимаете? Потому что сеешь сомнения, вот, и в этом смысле вот здесь это работает, да, вот мы все вместе заодно, молодец, все правильно сделал, мужественный мужик. А в другом случае с Лапиным это не действует. Я думаю, объяснить здесь следующее. Лапин до мозга костей военный человек, связанный с генштабом. А он там как бы тесно связан. Ну это все вместе, и коррупции, и пьянки, и алкоголизм, и дела делали со всеми, с Герасием, и всеми остальными. А Суровикин всегда был белой вороной несколько. Вот если посмотреть, вся его биография и участие в событиях 1991 года, и вот это уголовное дело по торговле оружием, когда он учился в Академии Фрунзе, все это вместе свидетельствует, что он человек особенный, он с начинкой, понимаете? Он с таким политическим каким-то бэкграундом, хоть и негативным. И он, наверное, не просто так связан, видимо, и с Лубянкой, и с Кремлем. Ему доверяют в силу того, что ему петлять некуда. У него слишком цветистая биография. То, что у него жена там вовлечена во всякие схемы коррупции в Екатеринбурге, там с этим Куйвашевым и так далее, вот последнее расследование ВБК тоже об этом свидетельствует. Поэтому, наверное, не случайно поставили более надежного Суровикина, который, может, и потеряет на фронте территории, бог бы с ним, но от него заразы нельзя ждать. Какого-то военного переворота или какого-то саботажа. Вот о чем речь. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова